Вы знаете, задача, которая передо мной поставлена, достаточно сложна. В течение нескольких минут охарактеризовать сложнейший литературный период, начало 20-го века. Естественно, что за эти несколько минут можно дать лишь самый общий бонд. Чем она характеризовалась? Первое – это громадное количество направлений и школ, которые друг с другом противоборствовали. Я сейчас дам только беглый перечень самых важных, самых главных из этих направлений. В конце 19-го века начинает формироваться русский символизм. И в самом начале, в 900-е годы, эта эпоха, это направление, точнее, становится главенствующим, тогдашний поэзий. Группа символистов была достаточно многочисленной и включала в себя поэтов самого разного масштаба. От гениального блока до совершенно незначительных и ныне заблоков. Что представлял из себя русский символизм? Символисты утверждали, что искусство имеет отношение не с посеусторонней, а с потусторонней реальностью. Язык этой реальности – это язык символов. И поэт – тот, кому доступно обладеть языком этих самых символов. Противники символистов в свое время шутили, что весь словарь символистов составляет 300 слов. То есть, примерно, словарь племени Мумбаю. Но символистам и не нужен был богатый словарь, поскольку они оперировали категориями не этой реальности. Им достаточно было выйти на какие-то символические знаки. На рубеже девятисотых десятых годов XX века формируются еще две значительных, влиятельных литературных группы. Это группа акнеистов и группа футуристов. И акнеисты, и футуристы отталкивались от символизма. Они утверждали, что русская поэзия устала от символов, от туманности, от размытости. Необходимо вернуть поэзию к живой жизни. Правда, эту самую живую жизнь, естественно, они понимали по-разному. Крупнейшими поэтами акнеистами были Осип Андрештам и Анна Ахматова. Тут я должен чуть-чуть задержаться на творчестве Ахматовой. В связи с чем? Мне кажется, что на поэзию ранней Ахматовой сегодня она будет звучать. Очень сильное влияние оказала десятая музыка, кинематографа. Многие из стихотворений ранней Ахматовой не могут быть поняты без учета влияния тогдашнего кино. Возникает такой эффект кинематографичности словесного искусства и поэтического искусства. Группа футуристов тоже была влиятельной, очень ярко, резко заявила о себе манифестом по щечинам общественного вкуса. В эту группу входили такие крупнейшие поэты эпохи, как Велимир Хлебников и Владимир Маяковский. Причем Хлебников из этой группы все-таки отчасти выбивается. Хотя бы в силу того, что сам он себя называл не футуристом, а будет лянином, называл себя председателем земного шара. И поиски Хлебникова лежали в сфере универсального языка искусства. Велимир Хлебников интересовался предельными, крайними вопросами бытия. Он интересовался тем, что такое время, что такое пространство, что такое история, что такое человек. И для выражения своих наблюдений в этой сфере он искал совершенно уникальный язык. Отсюда изобретенные Хлебниковым слова, этих слов были десятки. Среди них встречаются необычайно выразители, например, слова «светер». Слово, рожденное на скрещении света и лета. Кроме того, в десятые же годы, как бы отпочковываясь от символизма, возревает еще одна группа, которая получает название «Неоклассики». Поэты, входившие в эту группу, отчасти к «Неоклассикам» может быть причислен тот же Мандештам. К «Неоклассикам» относился не так давно умерший Арсений Тарковский, в свое время, в 20-е годы входивший в эту группу. Искали опоры вот в этом мире, который съехал со всех опор, привычных, устоявшихся, искали опоры в классическом искусстве, прежде всего в искусстве древней Греции и древнего времени. В 20-е годы начинает свой путь Марина Ивановна Цветаева, великий русский поэт, который очень многим обязан фольклорным традициям. И среди стихотворений, которые я сейчас предложу вашему вниманию, будут стихи, будут строки Цветаевой, связанные с традициями русского народного творчества. В эту же пору, хотя он одно время и примыкал к группе кутуристической, но это был эпизод, начинает писать Борис Леонидович Пастернака. Ранняя поэзия Пастернака очень тесно переплетена с таким направлением в искусстве, как эмпессионизм. Опора на мгновенную реакцию, на непосредственное впечатление, то, что выявляет особенности поэзии Пастернака. Сам он их называл реализмом в высшем смысле. Ну а теперь сами строки. Может быть, даже и не стоит называть авторов, которые будут звучать. Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, Все будет так. Исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, И повторится все, как встать. Ночь, ночь, Ледяная репь канала, Аптека, Улица, Анатель. Примуши, камыши, На озеро белье, Где каменья в реле, Где в реле камень, На берега озера Примуши, камыши, На озеро Белье Священ Шумящий. Вошел в парикмахерскую, Сказал Спокойно, Будьте добры, Причешите мне куш. Гладкий парикмахер Сразу стал хвойный, Лицо Вытянулось Как Угруши. Сумасшедший, Рыжий, Запрыгали слова, Ругань металась От писка до писка. Йо-й-то, Сумасшедший, Чья-то голова И в толпы Выдергиваюсь Как старая редиска. Жала руки Под темной вуаль Отчего До силонья плетна, Оттого, Что я терпкой Печалью Напоила его До пьяна. Как зовут? Он вышел, Шатаясь, И скривился Мучительный рот. Я сбежал, Перил не касаясь, Я бежал За ним до ворот, Задыхаясь, Я крикнула Шутка Все, Что было, Уйдешь, Я умру. Улыбнулся Спокойно Мне снилась Осень, В полуслете Степла, Друзья, И ты В Ершотовской Гурьбе, И как с небес Добывший Крови Соколу Спускалось Сердце На руку В телеке. А время шло И старилось И глобло, И павлоко, И рамы Серебря, Заря И сада Обдавалось Стекла Кровавыми Слезами Сентября. А время шло И старилось И рыхлый Как лед Трещал И таял Кресел Шов. Трумп Громкая Заткнулась Ты И стих И сон Как ползвук Кого Сно. Я Пробудился Был, Как осень Темен Рассвет И ветер Удаляясь Нес Как за Возом Бегущий Дождь Солой К ряду Бегущих Он Берет. Привычные К степям Глаза, Привычные К слезам Глаза, Зеленые, Соленые, Крестьянские Глаза, Была бы Бабою Простой Всегда Платили За постой Все эти Же Веселые Зеленые Глаза, Была бы Бабою Простой От солнца Взастилась Рухой, Качала бы, Молчала бы, Подухивши Глаза, Шел Мимо Принес Лотко, Спят Под монашеским Платком Смиренные Степенные Крестьянские Глаза, Привычные К степям Глаза, Привычные К слезам Глаза, Что Видят Не вы Крестьянские Глаза. О небо-небо, Ты мне будешь Слыться, Не может быть, Чтоб ты Совсем Послед День Скорел От белых Страниц Немного Ты И Немного У mél Буэль Кто Удел Немного Немного Крастиянским Привычные Крастиянцем Удивлены